Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, рад приветствовать вас на открытии 14-го международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет», который по традиции собирает не только ведущих представителей российского бизнеса, но и многочисленных зарубежных коллег. В этом плане наш нынешний форум. Не исключение, сегодня в зале находятся 295 представителей из 20 государств мира, прежде всего Китая, Индия, Турция, Иран, Страбы, страны Равийского полуострова, Центральной Азии, Африки. На протяжении всех этих лет главные задачи нашего форума остаются неизменными. Это в первую очередь привлечение в отечественную экономику с зарубежных инвестиций, доведение до международного инвестиционного сообщества максимально полной информации о возможности введения бизнеса в России, работе правительства, Центрального банка, региональных властей по совершенству делового инвестиционного климата. Форум «Россия зовет» всегда был нацелен на развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и внешним миром. Не будет привлечением назвать его одним из символов открытости России двух последних десятилетий, ее готовности встраиваться в глобальную экономику, активно взаимодействовать как с Западом, так и с Востоком. Всего за несколько лет форум занял достойное место в международном деловом календаре, стал обязательным для многих инвесторов. Все это стало возможным благодаря уровню представительства, качеству дискуссии, насыщенной программе, но главное всего, конечно, благодаря личному участию в работе нашего форума Владимира Владимировича Путина, что делает событие это по-настоящему уникально. Позвольте еще раз выразить вам, Владимир Владимирович, искренне благодарны за это. Знаем, что вы только утром прилетели после очень тяжелого визита и уже сейчас вы находитесь здесь. Уважаемые коллеги, друзья, первый форум «Россия зовет» прошел осенью 2009 года, в разгар мирового финансового кризиса. Несмотря на то, что в тот период геополитика и мировая экономика, как оказалось, еще существовали параллельно, кризис стал первым тревожным сигналом неустойчивой сложившейся однополярной модели глобализации, когда от недомогания одной, пусть даже крупнейшей экономики, серьезно нездоровилось всему остальному миру. Тем самым он поставил задуматься о справедливости, положенных в основу такой модели принципов, а также рисков для взаимодействия в экономике и финансах в условиях полного доминирования в этих сферах одной страны и некоторых ее союзников. Последующий опыт подтвердил, что эти опасения были обоснованными. Именно финансы стали главным оружием этой группы стран для реализации собственно глобальных военно-политических интересов, важнейшим инструментом активного вмешательства во внутренние дела десятков государств в цели подрыва внутриполитической стабильности и смены закона избранных правительств. В 2002 году, находясь в Москве, тогдашний генеральный секретарь ООН Кофианов сказал, «Выступать против глобализации – это то же самое, что опровергать закон всемирного тяготения». Нельзя назвать это утверждение полностью ошибочным. Все зависит от того, что вкладывать в понятие глобализации и в интересах кого она развивается. События последних лет показали, что предыдущая моноцентричная модель глобализации сломалась и находится в серьезном кризисе. Сегодня планета переживает глубочайшую трансформацию. У значительной части мира, мирового большинства, представителей которого и присутствуют в нашем зале, есть сильный запрос на формирование более справедливого многополярного многоустройства, глобализации нового типа. Собственно, название нашего сегодняшнего форума «Жизнь без глобализации, объединяясь суверенной экономике» – отражение этого долгосрочного тренда. Возврата России и экономики нашей страны к прежней системе не будет. Жизнь показывает, что, возможно, другая модель развития, ее в том числе, и символизирует география наших гостей. Пока ситуация такова, что приехали не все, кто хотел. Мы с пониманием к этому относимся. В любом случае Рубикон перейден. Теперь только вперед. А впереди у нас два насыщенных дня. Через несколько минут мы начинаем макроэкономическую пленарную сессию с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках сессии выступят руководители финансово-экономического блока, известные российские бизнесмены. Это председатель Банка России Эльвира Набиулина, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, президент, председатель правления ГМК «Нарийский Никель» Владимир Потанин, сооснователь компании «Positive Technologies and Cybers» Юрий Максимов. Модерировать сессию будет первый заместитель президента председателя правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов. У него сегодня день рождения, поэтому будем считать это подарком для него. Завтра запланированы тематические сессии встреч инвесторов с менеджментом крупнейших российских компаний, которые тоже будут интересными и информативными. И последнее. Наш форум всегда славился интересными культурными событиями. Вот и сегодня мы заготовили для вас вечером до нашего приема выступление симфонического оркестра под управлением выдающегося дирижера, директора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Интересно, что концерт пройдет не как обычно в стенах консерватории или музыкальных театров, концертных залов. Он пройдет в здании Академии спорта, которую Банк ВТБ в сентябре этого года подарил детям в Петровском парке. Это академия, где сегодня работают секции по футболу, хоккееву, спортивной гимнастике и многим другим. И вот сегодня решили там устроить праздник культуры. Хотел бы пожелать 14-му международному инвестиционному форуму БТБ «Россия и Зовет успеха» и всем участникам плодотворных встреч и дискуссий. А сейчас с большим удовольствием передаю слово для выступления президента Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо. Уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, приветствую всех вас представителей отечественных и зарубежных деловых кругов в Москве на форуме, который называется «Россия зовет». Он создан, как Андрей Леонидович сказал, несколько лет назад и, мне кажется, стал такой хорошей традиционной площадкой для обмена мнения между коллегами с бизнесом. Сегодня я хотел бы остановиться на тех задачах, которые мы решаем в области финансов и инвестиций и дать общую оценку тому, как развивается экономика нашей страны в нынешних непростых условиях. Именно в общих чертах, потому что детально все это расскажут мои коллеги, которые здесь справа от меня находятся. Они эту повестку реально формируют и осуществляют. Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Вот Андрей Леонидович Костин сейчас только вспомнил бывшего генерального секретаря ООН, господина Кофи Аннона. Кофи был блестящим дипломатом, очень хорошим, порядочным человеком. Вот это я точно могу сказать. И он говорил искренне. И действительно, тогда казалось, что отрицать это невозможно. Собственно, и нечего было отрицать, потому что глобализация была, она развивалась. Вопрос только в том, что понималась она всеми людьми по-разному. И цели, которые люди ставили, они были тоже разными. Вот такие люди, как Кофи Аннон считал, что она должна пойти на благо всем, что все должны быть поставлены в равные условия. Ничего подобного на практике не происходило на самом деле. И вот эта одна страна, о которой тоже сейчас было сказано, она считала, что по-другому должна складываться модель глобализации. Во главе стоят Соединенные Штаты. Костин сейчас сказал о том, что они там с чем-то делятся, со своими союзниками. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как всех других участников экономических деятельностей. Вот к чему это привело. И к чему это привело сегодня, но об этом я чуть попозже скажу. Но мы-то хотим создать новую модель. Такую реально демократическую. И такую, где действительно вверх берут настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. Такое изменение ландшафта мировой экономики. Выход на первый план новых лидеров. Это объективный и во многом закономерный процесс. Собственно, в жизни, в истории человечества было так всегда. Во все времена и во всех сферах. Так всегда было. Кто-то развивается, потом затихает. Новые лидеры появляются. Вот так и в мировой экономике сегодня. Элиты западных стран, тем не менее, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить. Искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник аренты, просто как полония. Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, например, раскачивают политические ситуации и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. В попытках сохранить свое ускользающее доминирование. Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. Вот когда складывалась эта система так называемой глобализации. Мы помним, здесь наверняка люди помнят, о чем тогда говорил. Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия. Границы должны быть открытые. Нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идее мирового развития. Как только появились конкуренты, хлоп, и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку, закрывать. И все. Вот вам все принципы. Сегодня уже пошли дальше. Их усилиями перечеркнуто незыблемое, казалось, некоторые незыблемые постулаты, например, правособственности. Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими, так называемыми, гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой-чужой», как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем. А его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с северными потоками. Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах. Кому нужны такие правила? Очевидно, что эти действия разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями. В том числе, ну и прежде всего, конечно, самим Западом. Кстати, финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, введение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах. Конечно, здесь еще очень многое нужно сделать. Конечно, это очевидная вещь. Но это делается, и этот процесс будет только набирать силы. Скажу больше, западная финансовая система явно устаревает с точки зрения технологий. Она так долго почевала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего, по сути, не менять, что стало архаичной. Во всяком случае, становится архаичной. В международных платежах все шире используются гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим, тоже не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае, некоторые из них это точно. Вновь хотел бы подчеркнуть, мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики, сможет только сильная, стабильная. И хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент. Суверенная страна. Это чрезвычайно важно. Страна с мощным промышленным, технологическим, инфраструктурным кадром и финансовым потенциалом, с динамичным собственным рынком. Страна, которая отчетливо знает и умеет отстаивать политические, экономические, торговые интересы, интересы национального бизнеса и своих зарубежных деловых партнеров. Такие страны, как оказалось, есть. Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо. Есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами. А они вписываются в ту модель, которую мы предлагаем для развития. Мы доказали, что способны отвечать на самые сложные вызовы. Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет. И особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России. Тогда мы сделали акцент на развитие потребительского сектора, на укрепление финансовой сферы и создание собственной платежной инфраструктуры. Напомню, что одним из первых решений Запада в прошлом году стало отключение российских банков от системы виза и мастер-карт. Расчет был на то, что это сделать невозможным на плату товаров и услуг, а брушит платежи. А, следовательно, парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан. Хотели создать проблемы миллионам российских семей. Однако, что получилось на практике? Граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается. И при этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только недополучили то, что могли бы заработать в России. Ну, конечно, нам есть здесь над чем работать. Наверное, представитель Центрального банка или Александр расскажет об этом. Конечно, есть, но цели, которые ставили наши доброжелатели, явно не достигнуты. Напротив, мы просто укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно. Это только один из примеров. В финансах, промышленности, на потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка. Это, конечно, приводит к системным позитивным результатам. Так, за 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во втором случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Ну, согласитесь, здесь люди все грамотные. Это для российской экономики хороший показатель. Россия – крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины. 54%, если быть более точным, роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасли – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Ну вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить. Да, есть, конечно, ряд секторов, которые еще не полностью восстановились, не полностью адаптировались к новым условиям. Например, деревообработка. Здесь есть свои причины. Она в значительной степени была завязана на европейские рынки. Но при этом, скажем, автомобилестроение. Кстати говоря, дерево переработки тоже ситуация меняется к лучшему. Ну а, например, автомобилестроение. Она переживала непростые времена, но у нас очень много было. Большая зависимость от компонента. Это, безусловно, одна из пострадавших отраслей. Но постепенно и она выходит из кризиса. Отдельно отмечу, что несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. И вот я пользуюсь случаем, хочу коллег за это поблагодарить. Не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе экономики, в туризме, в других окраслях. Активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний с нашего рынка. Они что, думали, что все рухнет, что ли? Ничего подобного не произошло. У них все перехватили и пошли вперед. И действуют наши предприниматели очень уверенно. Что хочу подчеркнуть. Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Ни от кого. Многие иностранные предприятия, организации, несмотря на давление от своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем. И вот такие наши коллеги, несмотря на внешнее давление, либо сменили название и сохранили свое присутствие на рынке, либо просто менеджменту передали, если по-честному сказать, с правом обратного выкупа. Вот и все. Ну и дай бог им здоровья, пусть работает. Мы это только поддержим. Знаете, можно сколько угодно бросаться громкими лозунгами, угрозами в наш адрес. Но в конце концов, это дело некоторых западных политиков, которые намереваются отменить Россию. Но вся эта шумиха не в состоянии отменить непреложный факт. Работать с Россией и в России выгодно было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколения, купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру. С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических или Запада, количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел. Увеличилось. Вот так на 1 марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций. На 1 ноября текущего года их стало почти на 1,5 тысячи больше, а именно 25 тысяч и 60. Ну, это же показатель готовности и желания работать в России. Рост внутреннего рынка и решение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, Юго-Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности нашей экономики и практически для любого бизнеса. Я приведу несколько показательных цифр. За 1,5 года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели на 30%, детских игрушек на 20%. За это же время, то есть за последние 1,5 года, более чем на треть увеличилось число товарных знаков, которые принадлежат российским компаниям. О чем это говорит? О том, что инвестиции в проекты по выпуску такой продукции, в создание новых предприятий и рабочих мест на всей территории страны являются выгодными и прибыльными. Так, за 9 месяцев текущего года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей. Оказалось, примерно на четверть больше, чем годом ранее. Это хороший показатель. Бизнес не просто зарабатывает прибыль, он вкладывает средства в развитие, а значит верит в перспективы в будущее нашей экономики. Во втором квартале текущего года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале уже 13,3%. Инвестиции нарастают. Что это значит? Ну вот все присутствующие прекрасно понимают, что это значит. Это значит, что создаются условия для будущего развития, для среднесрочных перспективов. Это очевидная вещь. Нужно обязательно поддержать растущую деловую активность и прежде всего обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос. Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но вот коллеги между собой на ваших глаз подискутируют, это будет и полезно, и показательно. Но я хочу что сказать. Да, всегда споры такие идут, где ставка, где деловая активность, все понятно. Но цифры, о которых я говорил, свидетельствуют, что в целом нужное направление развития в принятии решений, оно в общем финансовыми, экономическими властями страны, оно все-таки находится, и оно выстраивается в целом в правильном управлении. Главное, создаются условия для эффективной структурной трансформации нашей экономики, для повышения производительности труда и роста доходов граждан, улучшения качества жизни. Это тоже очень важный показатель роста доходов. Вот, значит, заработная плата, реальная заработная плата на 7% выросла к данному моменту. Реально располагаемые доходы населения на 4,4%. Да, не ошибаюсь? Так и есть? Так и есть. Это тоже очень важный фактор не просто социальной политики, это важный фактор даже с точки зрения экономического развития, внутреннего состояния общества, настроенного на позитивную работу. Важно это для повышения производительности труда, как я сказал, роста доходов и так далее. Необходимо создать самую широкую линейку инструментов для финансирования, для финансирования инвестиций, рассчитанных на любой масштаб, от малых предприятий до крупных, крупнейших системообразующих компаний. Что крайне важно, эти инструменты должны быть настроены на специфику бизнеса, учитывать фазу его развития и, конечно, особенности той сферы, в которой он работает, где реализуются планы того или иного бизнеса. Как вы хорошо знаете, именно эти параметры в каждом конкретном случае определяют наиболее удобный, эффективный вид финансирования, долговое или акционерное. Конечно, в продвижении таких механизмов ведущую роль играет банковский сектор и фондовый рынок. И российские банки, несмотря на то, что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора. Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний, и средних, и с представителями финансового сектора. Все всегда друг другом недовольны. Это всегда. Думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идёт, экономика развивается. И в целом результат получается. Некоторые эксперты, хочу вернуться к тем, кто пророчил, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться и не будут финансировать экономику. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объёмы кредитования за всю историю России. Объёмы кредитования, кредитования рекордные. Причём как корпоративного, так и ипотечного. Здесь риски определённые существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счёт дискутируют, между собой ищут определённые решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок. Мы знаем негативный опыт отдельных стран, где рынок ипотечного кредитования был, мягко говоря, ничем реальными деньгами не обеспечен. Мы знаем, к чему это привело. Мы стараемся учитывать весь опыт, в том числе и негативный, для того, чтобы ничего подобного в нашей экономике не происходило. Но, тем не менее, что касается кредитования, если за прошлый год объём рублёвых кредитов в корпоративному сектору вырос на 9,5 триллиона рублей, то с начала текущего года он прибавил ещё более 13 триллионов. Можно уверенно заявлять, что внутренние источники кредитования российских компаний заменили внешне. Это один из самых принципиальных вопросов был для нашей экономики. Не могу сказать, что всё целиком решено. Нет, конечно, потому что западное кредитование дешевле, объёмы там другие. Но в целом никакой проблемы здесь сегодня нет. То же самое можно сказать и про государственные заимствования. Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счёт внутренних ресурсов. При этом западные портфельные инвесторы сами, вернее сказать, под давлением своих правительств, лишили себя, опять же, возможности заработать на нашем высокодоходном рынке. Ну, это как бы можно им только посочувствовать. Пусть больше влияют на здравые решения, которые должны приниматься на уровне правительственных структур в их странах. Несколько слов о государственных финансах. За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит. 837 миллиардов рублей. Ну, если собрать региональные финансы и так далее. То есть в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, здоровом состоянии. Напомню, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что в России столкнётся с бюджетным дефицитом в 3 и даже 5 процентов ВВП. Ну, кстати говоря, это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учётом низкого уровня нашего долга. Но, тем не менее, этого не случилось. Словом, опять же, в своих прогнозах выдали желаемое за действительное на деле. Всё сложилось по-другому, как вы видите. При этом мы видим и проблемы, конечно, задачи, которые нам ещё предстоит решить. Так, для сохранения позитивной динамики нужно, чтобы экономика, российские компании имели больше возможностей привлекать ресурсы на нашем финансовом рынке. Увеличивали количество размещений своих ценных бумаг, пользующихся спросом внутри страны. В этой связи хотел бы следующее сказать. На встречах с ведущими бизнес-объединениями России в ходе экономических форумов часто возникает вопрос оттока капитала. Звучат мнения, что крупный, прибыльный бизнес хотел бы сберегать, инвестировать в Россию. Здесь и надёжнее, и доходность выше. А вот инвестиционных инструментов не хватает. Ну, так оно, на самом деле, мне кажется, так и есть. Нужно дать ход таким вложениям, развивать современную финансовую инфраструктуру, создавать эффективные каналы трансформации корпоративных сбережений в инвестиции. Я обращаю на это внимание и правительства, и Центрального банка, и наших институтов развития. Прошу правительства совместно с Внешэкономбанком обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала. Суть этого механизма в том, что банки направляют свободные средства в фонд, а он, этот фонд, гарантирует доходность вложений. Гарантом выступает Внешэкономбанк. Таким образом, банки могут участвовать в бизнес-проектах реального сектора как соучредители. Первый такой фонд создан, дело за широким практическим использованием такого инструмента, реальным финансированием конкретных инициатив. Мы долго очень работали над созданием этого фонда с РСПП, дискуссий много на этот счет. Но вот, собственно, надо, чтобы он включился, наконец, заработал. И еще, сегодня российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. Услугами брокеров пользуются уже более 27 миллионов человек. Примерно на четверть больше, чем год назад. Стоимость активов, которые им принадлежат, составляет около 9 триллионов рублей. Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов. Так это делается во многих экономиках мира. Работать на экономику, на развитие и приносить самим людям дополнительный доход. Для тех, кто готов в долгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия. Но вложения в иностранные бумаги, они, значит, показали, что это стоит. Ненадежность оказалась настолько очевидной. И действия партнеров западных настолько, не знаю даже, как это назвать, не цивилизованными, так скажем, якобы. Эти действия можно назвать. Просто у людей деньги украли, у физических лиц. Просто безобразие. Но, тем не менее, приходится сталкиваться с такими вещами. Они разрушают свою собственную экономику таким образом. Те, кто это делает. С 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных обережений граждан. Речь идет о добровольных накоплениях вне государственных фондах. Такие средства граждан в объеме до 2 миллионов 800 тысяч рублей будут...